Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! В рамках нашего курса по изучению IMAX B6 мы продолжаем разбор программ для никелевых аккумуляторов. И сегодня мы рассмотрим способ, каким можно раскачивать уже уставшие аккумуляторы, аккумуляторы, поймавшие эффект памяти и просто батареи в неизвестном состоянии. Зарядное устройство IMAX B6 имеет функцию циклического заряда-разряда для никелевых аккумуляторов. Что для никель-кадмия, что для никель-металл-гидрида эта функция присутствует и работает она абсолютно одинаково. Так что сегодня мы разберем циклический заряд-разряд, ну и посмотрим, как это все работает, как выставляются параметры и для чего вообще это все нужно. В предыдущих наших роликах мы уже разобрали две основные программы работы с никелевыми аккумуляторами, это заряд и разряд. Но есть еще одна программа, это цикл, то есть циклический заряд-разряд. Параметры для программ заряда и разряда используются те же самые, которые установлены на предыдущих этих шагах. То есть заряжать аккумулятор будет током 0,3 ампера, разряжаться в данном случае 0,4 ампера до напряжения 3,2 вольта на сборку. А здесь мы можем задать только количество циклов. Ну и порядок следования этих циклов, то есть сперва разряд, потом заряд или наоборот, сперва заряд, потом аккумулятор разряжаем. В первом случае удобно использовать такой режим для того, чтобы подготовить аккумулятор к работе. После остановки цикла аккумулятор у нас остается заряженным и его можно сразу ставить на какое-то устройство. Ну а второй режим больше подходит для хранения аккумуляторов. Никелевые аккумуляторы хранятся в разряженном состоянии и как раз после прокачки аккумулятор у нас остается разряженным. Его можно будет сразу отправлять на хранение. Я сейчас воспользуюсь первым вариантом. Мне нужно, чтобы эти аккумуляторы остались заряженными. И задаем количество циклов, сколько раз нужно будет разрядить и потом зарядить аккумуляторы. Можно установить от одного цикла, то есть сперва аккумуляторы разряжаются, потом сразу идет заряд. И до пяти циклов. Поставим три среднее значение и запускаем программу. Аккумуляторы сейчас у меня разряжены, они довольно быстро просядут и пойдет заряд. Вот обратите внимание, что в начале разряда даже на пустых аккумуляторах напряжение довольно высокое, но оно очень быстро падает. Даже при токе 0,4 ампера разряд идет довольно-таки быстро. Все, пошла быстрая просадка. Аккумуляторы отдали все, что могли и даже успевают уйти напряжение ниже предела, установленного при программе разряда аккумуляторов. Просто зарядное устройство не успевает среагировать на такой быстрый разряд. Сейчас в течение минуты будет производиться выдержка аккумуляторов. Это время также задается в настройках. Я несколько позже об этом скажу и покажу, где оно настраивается. Сейчас у меня установлена одна минута и через минуту должен начаться заряд. При этом здесь мы видим, сколько аккумулятор отдал на текущем цикле разряда, какую емкость. Вот протестировалась батарея и пошел заряд. Как видите, напряжение сразу достаточно высокое после выдержки, после снятия нагрузки. Но, тем не менее, заряд идет. В начале заряда устройство делает несколько импульсов. Это точно так же, как и в программе простого заряда. Напряжение постепенно повышается, емкость тоже считается. Сейчас дадим пару минут позаряжаться и программу остановим, просто чтобы не тянуть время. Конечно, работа с никелем осложняется тем, что аккумуляторы эти требуют достаточно большого времени для заряда, для разряда. Но, тем не менее, кое-что сейчас показать вам сможем. Две минуты заряда прошло. Останавливаем программу. Нажимаем кнопку Стоп. И, в отличие от программы заряда или разряда, если вы сразу выходили в главное меню, здесь мы видим экран статистики. То есть, первый разряд, первый заряд. На первом разряде аккумулятор у нас отдал 7 мА. Залили мы в него сейчас 9 мА. Если бы дали пройти всем циклам, соответственно, цифры были бы побольше. Кнопками вправо-влево мы можем переключаться между циклами. Вот сейчас второй цикл. Так как мы его не начинали, тут по нулям все. И так все 5 циклов. Можем просмотреть статистику заряда-разряда аккумуляторов. И сравнить, какие параметры были при первом разряде, при первом заряде, сколько он взял. И что у нас получилось к третьему, к пятому циклу. Здесь все отлично и наглядно видно, как себя ведет аккумулятор. Получается ли раскачать его, отдает ли он большую емкость в зависимости от циклов заряда-разряда. Или наоборот, он может быть емкость только теряет, а значит, что аккумулятор уже окончательно убитый и смысла с ним возиться нет. Ну и чтобы выйти в главное меню, еще раз нажимаем кнопку сток. Возвращаемся в главное меню и можем переключиться на другую программу, если это необходимо. Вот такой вот интересный режим мы с вами сегодня рассмотрели. Этот режим очень удобно использовать не только для раскачки аккумуляторов, но и просто для заряда. Выставили параметры на программах разряда заряда, переключились на циклический заряд, выставили один цикл и подключаете аккумуляторы. В каком бы они ни были состоянии, может быть они еще не до конца были разряжены. Зарядник у вас автоматически сделает разряд и автоматически запустит заряд этих аккумуляторов. Так что этим режимом очень удобно пользоваться для зарядки никелевых аккумуляторов в любом случае, независимо от того, какой аккумулятор вы заряжаете и в каком он был изначально состоянии. В следующий раз мы рассмотрим с вами еще одну довольно интересную, но в то же время многим непонятную функцию. Это дельтапик. Установка дельтапика как для никель-металлогидридов, так и для никель-кадмиевых. Что это такое, для чего он нужен и как правильно выставить параметры, поговорим в следующий раз. Ну а на сегодня наше видео подошло к концу. Если вы узнали для себя что-то важное и полезное, не забывайте поставить лайки. Подписывайтесь на канал и ждите нашего следующего видео. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Продолжение следует. Продолжение следует...